Так, народ, хочу вам на примере планшета, который купил ребенка, показать, как можно играть в World of Tank полноценный на планшете. Но, само собой, планшет не самый простой. На нем должна стоять операционка Windows, поскольку на Android вышла урезанная версия World of Tank, но она меня уже на самом деле бесит. Многие ее сравнивают с оригиналом, но, извините, это ему далеко. Что нам для этого понадобится? Сам планшет, вот, наша модель V4, она оборудована накопителем на 64 гига, оперативой 2 гига, видео, само собой, встроено. К нему нужен переходник, так называемый, ну или кабель OTG, как некоторые говорят, что правильнее, не знаю. Главная функция OTG должна быть в планшете. Далее, вот, модуль для связи с набором беспроводной мыши и клавиатуры, поскольку без них играть в эту игру это просто геморрой. Ну и далее, запускаем саму игру. Сейчас вы увидите, как она идет, что с ней, как, куда, почем. Запускаем. Само собой, интерфейс метра я вам не показываю, потому что меня просто, опять же, бесит. Я привык к семерке. Поэтому, извините, как показываю, так показываю. Если кому не нравится, можете потом переделать, проверить еще что-нибудь. Единственное, замечу, что World of Tanks на планшете, это, конечно, верх его возможностей. То есть, сама игра, поскольку она ставится через маленькую программульку, их собственную, которая сама выбирает, какую версию загрузить, сама ставит торрент-клиент, сама ее грузит. Так вот, грузилась она у нас часа четыре. Честно, не знаю точно, потому что я уже заснул к тому моменту, когда она загрузилась, потом устанавливалась еще больше часа. Ну, поскольку разворачивается она на десятки гигабайт. Но главное, что планшет ее все-таки съел, или, скажем так, потянул, и он может все-таки в нее играть. Настройки графики, конечно же, выставлены на минимум, чтобы играбельность была получше. К телеку не подключал, потому что, как бы, на своем рабочем месте делает. Телеку у меня здесь нет, только монитор. Аккаунт ребенка, танков особо прокачанных нет, но ребенок только учится. Планшет мы его только купили. Могу вам зато продемонстрировать, как все. Работает. Сейчас еще немножко наяву. Напоминаю, все, как бы, процессы загрузки идут помедленнее. Это вам все-таки не большой компьютер с кучей ядер. Хотя здесь тоже четыре ядра, но не особо мощное. Обслуживание. Так. А? А? А, ребенок доигрался, блин. Потому что у него уже и денег нет. Нормально. У него проблемы будут. Ладно, покажем игру. Извините, но играть мне, конечно, тяжело, потому что я не особо-то вижу, что происходит. Ярко себе добавить на самом деле. Или лампочку включить. Нет, от лампочки становится только хуже. Ладно. Будем считать, что у вас на все видно. Интересно, а почему у ребенка такая яркость, особенно маленькая? Ну, ладно, мое дело. Он играет на тельке. Ему, видимо, не нужна здесь яркость. Ну, напоминаю, что это обычный World of Tanks, а не какие-то там мобильные версии. Не обмануть датчик освещенности. А может и обмануть. Сейчас. Вроде посветлее стало. Ну, видите, да? Скорость довольно-таки нормальная. И прочунем, блин. Во! Давайте, хочешь, мальнем куда-нибудь. Не попали. Ну, суть понятна, да? Играть можно. Нет, подтормаживание, еще чего-то я не наблюдаю. Графика, конечно, убавлена. Сейчас покажу. Она причем убавляется автоматически. Вам еще делать не надо. Вот. Настройки. Ну, ничего. Играть очень даже не нужно. Попробую вот так сделать. Просто датчик освещенности автоматом все поднастраивает. Видимо, из-за этого прикол. Я его сейчас обманываю, и все. Как будто у нас очень светло, и ему надо светиться очень. Ой. Отменить. Покажи вы слышу. Ладно. Еще немножко поиграем. О, как удачненько. Вот такая вот арта у меня в этом аккаунте ребенковском. Очень даже удачно стреляем на этой арте. Ну, как видно, что на планшете с двумя гигами, в отличие от тех, которые тут люди демонстрируют с одним гигом, в World of Tank играть довольно-таки можно. Блин, недолет. Так что, люди, если хотите играть в World of Tank, но при этом не терять мобильности, извините, то планшет это самое милое дело. Так, я что-то тут призывал. Не пробили. Ну, ладно. Так, выйти. Повердение кузеницы. Шаг разрыва увеличен. Так, вы что-то. Вот. Как же пошли все эти даньки? Вы видите, что эффекты довольно-таки хорошие. Сейчас наеду специально. Ну, лови-то фокус. Блин, фотоаппарат не понравился. Извините. Ну, в общем, я думаю, что все поняли, что играть довольно-таки можно. О, хорошее качество пошло. Ну, само собой, если вы играете на планшете, то надо автояркость отрубать. Чего я забыл сделать, извините. Ну, и никаких подтормаживаний я не наблюдаю. Хотя видео встроено. Все выглядит довольно-таки красиво. Вот так вот. С вами был админ сайта LPC.ru. Демонстрировал, как можно играть в World of Time полноценную PC-шную версию на планшете. Ну, само собой планшет. Изображает у себя полноценный компьютер. Так что всем пока. Жду на сайте. Если есть вопросы, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok